За святую Русь За святую Русь помолюсь Любая обрезка дереву только мешает. Если мы режем, я называю эту обрезку вынужденной. Я отметаю большинство видов обрезки, оставляю только вынужденные. И по ходу я вам буду на каждом конкретном дереве показывать разные причины, почему я вынужден это делать. Итак, значит, мы живем в таком краю, он называется, сами знаете, что это зона рискованной земледелия. Это касается и садоводства. Подмерзание обязательно. Значит, что? Значит, санитарная обрезка необходима. Необходимо. Но ее можно сделать так, чтобы убить дерево, а можно делать так, чтобы спасти дерево. И поэтому мы начинаем. Что такое рискованная зона, что такое рискованное садоводство? Ну вот мы возле персиков стоим. Его никто не укрывал. Мне приходится часто Богом клятся, меня за это ругают. Но нужно сказать, что поверьте на слово, никто не подходил. Вот это, это, это. Вот они персики идут. Вот там персики. И там еще покажу персики. Все это зацветает. Все это живо. Но, к сожалению, есть необходимость обрезать. Почему? Вы меня спросили вот минуты раньше про сроки обрезки. Есть два срока. Первое, перед сокодвижением, это должны знать каждый и все. Это примерно для нашего региона конец марта, начало апреля. Перед самым сокодвижением. Вы знаете, что такое сокодвижение? Как пошел березовый сок, считайте, поэта, что уже надо не начинать обрезать, а заканчивать. Вот. И есть вот один нюанс отрицательный. Вот даже персик. Это вот сейчас уже начало проявляться, где сухие ветки. Так? А в конце марта, начале апреля это невозможно. И получается, как мы уже выделили? Значит, первая обрезка для таких капризных, для таких нежных вещей, для этих самых культур отпадает. И ждем второй сезон, то есть вторая волна обрезки. Это примерно сейчас, это конец апреля, начало мая. Почему? Набухли почки. Еще и листиков несколько. Листики уже плохо когда обрезают, уже дерево более чувствительное. И заканчивается сокодвижение, оно не может уже себя быстро вылечить. Оно всегда так, его калечат все, и в природе. Раз, случается какая-то беда, обломало снегом лось, там сожрал полдерева. Оно должно залечиться. Для этого и сокодвижение. А сейчас-то, куда девать, заканчивается, надо успеть. Но это уже вторая. Почему? Вот сухая ветка, вот. Объясняю, почему сухие, чтобы не думали, что так все плохо. Это вынужденная обрезка. Кушать надо, обеспечить садоводом надо, саженцами. И куда деваться? Калечим дерево. Вот где резали, смотрите, вот сухая ветка. Поняли? И что я делаю? Ну, приступаю. Значит, самое главное, никогда не делать раны на кольцо. Страшная, смертельная ошибка, допускаемая именно наукой, вот, что режут на кольцо, и вот здесь получается страшная рана. Никогда. Даже если ветка сухая, почти небрежно, вот, оставляем вот такой пень. Вот, видите? Теперь смотрите, нюансы. Допустим, она действительно сухая. Я же ничего не выдумываю, видите? Да? Вот. Но у основания немножко жизни есть. Было бы полностью сухая, все равно оставляю. Раз. Учитывая, что она немножечко зелена, все-таки она наполовину погибла. Не было страшной зимы. Ну, 34, 35, 36, 90, чьфу. Для сибиряков. Вы не такое переживали. Есть шанс. Садовый вар. Замазал рану. Так, это садовый вар бугорковый, я считаю, лучшим. Вот. Он даже в холодную погоду работаешь, он достаточно мягкий и прилипчивый. Никогда не отвалится, как бывают другие виды вара. Итак, и есть шанс, что здесь появятся вот такие побеги. Вот видите? Это появилось на голом месте. Вот это я резал для чего? Каждый год это маточное дерево. Оно маточное, оно жертвенное. Его судьба, короткий век, почему такая жизнь в его? Оно служит для того, чтобы его кромсать. Вот защита от севера. Уже защита. Раз. Правильно? Вот. Теперь, значит, кустовидная форма. Видите, кустовидная форма. Это все-таки, представим себе, что он бы туда весь ушел. А что такое кустовидная форма? Это возможность еще. То, что я не делаю. Просто я бы хотел показать эту ветку отдельно. Почему? Да, она тоже привита. Да, на ней тоже были плоды. Но можно вовремя, еще в одно-двухлетнем возрасте, обрезка, я же, тема обрезка, мы должны бы, это касается среднестатистического садовода, делать кустовидную форму. Почему? Чтобы боковые ветки можно было упрятать под снег. И для этого делается обрезка при посадке. Обычно на месте редко кто выращивает, как я. А именно покупают готовое, садят сильнейшая обрезка для того, чтобы он не имел штамба, а наоборот распластался. И вот для этого примера я подвел его сюда, чтобы показать, как выглядит. Вот еще годом раньше я мог спокойно уложить прямо на землю. Сейчас уже поздно, может отломиться. А в одно-двухлетнем возрасте они очень компактные. Такое же жертвенное дерево, видите, взят черенок, еще почки только просыпаются. Не поздно перенести и сам себе решет, сам себе сделать прививку. Это я хотел показать на этом примере, что можно делать кустовидную форму. Главное вовремя отрезать верхнюю часть саженца, причем начиная с пересадки. Вот, вот этот момент. Ну а дальше то же самое, видите, сколько изрезано. И, к сожалению, я хотел вам, ну отсюда не видно, я хотел вам ближе показать, когда уже начинает отсыхать ветки еще одно жертвенное дерево. И для примера дерево сосед не резал ни одной сухой ветки. Вот, шансы велики, оно практически спряталось все за сарай, то есть за забор. Вот уже соседнее вот это дерево, да. И можно сказать, что у него очень велики шансы. Вот оно зацветает. И что интересно, да, оно даже чуть-чуть быстрее, хоть сорт один и тот же, чуть быстрее распускается, оно меньше искалечено. Пока все спит. Вот, например, начало зимы надо резать, откуда я знаю, какая из них более моростойка, менее моростойка. А сейчас другое дело, сейчас все на виду. Вот уже почки набухли, вот уже распустились. Так, вот, значит, многие только сейчас бы захотели, вот посмотрят вашу передачу, скажут, ой, поздно, не поздно. Значит, мы с вами видим три персика, вот это больше, четыре, там пять, шесть. Вот, значит, и выбрали какой? Мы, во-первых, почки еще только-только тронулись, причем ростовые спят еще. А вот эти по бокам, эти почечки маленькие, боковые вот эти пухленькие, они цветочные. Не поздно, вот здесь уже, обратите внимание, поздно, видите? А вот это не поздно. Значит, передача должна принести пользу, значит, ребята, кто еще не остыл, кто еще, может, опоздал, там, кто-то с вахтой, вот как многие. Кто-то откуда-то с командировки. Поздно, не поздно? Мы выбираем наиболее спящую, но живую, ведь явно живая. Персик перезимовал, ну, 34, 35, 36, это для Европы, для них это сенсация, это не может быть, они все мертвые. Мы их давно уже обошли, так скромно говорю, от имени наших садоводов великих. Итак, чтобы не быть многословным, оставляются две почки, вот эти, вот они, видите? Видите, они спящие, они ждут, пробудятся только тогда, когда случится что-то с этой веткой. И случилось с этой веткой. Ну, это пусть не секатор, но здесь самое главное, очень аккуратно ее отрезать. Вот смотрите, прям под самую почку, видите? Пенька не должно быть. Страшная ошибка, когда я видел, когда человек со знаменитой фамилией говорил, оставляем пенек. Вот. Это для чего? Для развития. Вот сейчас отрезал одну, будет две. Поняли? Вот смотрите, это я годом раньше резал. Видите, что такое маточное дерево? Отрезал, будет три или четыре, сколько, смотря почек оставлю. Вот. А вот это вот уже готово к прививке. Значит, мы с вами сейчас выберем привой, то есть подвой, только морозостойки, суперморозостойки. Это может быть или Нажорский абрикорс оттуда, с Приморья. Вот. Огромное количество популярной литературы и роликов, этих видеороликов, особенно популярные, призывают. Абрикос нуждается в ежегодной обрезке. Я вам потом покажу, как это губительно, чуть позже. Вот. Страшная картина. Если даже эти плети, вот оттуда, может быть, вот так еще поглядеть, посмотрите, что делается. Вот чуть-чуть дальний план. Вы видите, чтобы я к нему подходил с секатором? Вот. Вот она потом, когда дает урожай, она потом вот так вот ляжет. Вот эта вот бедная, некоторые вот так вот даже это, урожай их делают, шатер настоящий. Вот. Не трогать. Я вам показывал, например, перчик, насколько губительно это все. Вот. Штамп не формировать. То есть мы говорим про обрезку, я наоборот говорю, не делать обрезку. Штамп не формировать, он сам формировал. Какой есть, такой есть. Как правило, штамп есть у... Это очень нежная культура, поэтому тут могут быть и морозобоины. Вот такие абрикои, вы видите, потом такие сливы тут будут висят. Вот. Нежновата культура, есть морозобоины. Тем не менее, я хочу, чтобы вы показали вот это место. Есть штамп, есть штамп. И то, чего не знает никто, и режет, и режет, и режет. Именно привитая культура, любая, любой саженец, это от природы боковая ветка. Вот видите, вот отрезали на прививку. Это на прививку, да? Это всего лишь вот такая ветка. И природе быть, ну еще подрасти метр, может даже полтора, все. Мы из нее делаем дерево. И у нее нет штампа, и быть не может, и не должно быть. И вот этот идиотизм связан с тем, что огромное количество литературы и очень серьезные люди, не ведая, что творят, зная, что у корнесобственных штамп есть, заставляют людей резать 10, 20, 30 этих самых ран получается. Почему? Потому что веток великое множество. И обязательно им надо, чтобы метр был. Удобно, вот, удобно. Уже видите, я уже почти могу пройти. А представляете, что это... А если бы он привитый, я вам могу показать их здесь сотню таких. У них вот так вот ветки уже отсюда. И мне приходилось ползать, чтобы собрать плоды. Иногда по-пластунски, даже как спецназовцу, то есть даже не на коленях, а на животе. Но ни одна ветка не отрезается. Запомните, друзья, никогда не режьте, не делайте штамп. Кто-то придумал, что должен быть штамп, и надо лишние ветки отрезать. Это величайшая глупость и гибель для деревьев. У нас не Италия. У нас зимой морозы, если кто не знает. Вот этот момент. То есть, получается, говорим про обрезку, я говорю, не режьте. Это касается штампа. Мода пошла на деревья низкорослые. Но само понятие низкорослые, его тоже извратили. Это когда подвое низкорослые привают деревья, которые потенциально огромные. Из-за этого часто не совпадают у них диаметры, перерастают вверх, обгоняют вниз, и получается короткий век. Ну, в общем, невидимые мирослезы. Вот. Я уже говорю так, если вы хотите снизить рост, то сделайте действительно снизить. Ну, они били людям в голову, что вот у вас должно быть деревья, чтобы вот яблочко, игрушку достать, не вставая на это, на табуретку там, на стремянку, можете свалиться. То есть, было бы, зачем лезть-то? И вот они делают такие низкорослые. И вот они делают.